Мир Божий всем вам! Мы из церкви христианской Маранафы будем начинать наше богослужение Богу нашему И мы приглашаем вас присоединиться к нам в этом богослужении И мы начнем его с молитвы Господь и Бог, наш вечный Отец Мы преклоняемся пред Тобою, чтобы взывать о силе крови Иисуса Прося прощения, освобождения, благодать Установли, Господь, общение с Духом Твоим Святым Мы молимся к Тебе во имя Господа Иисуса Аминь Можете присаживаться И мы споем сейчас Господу Богу Да будь прославлено имя Господне Давайте мы споем еще один псалом В поклонении Господу Богу нашему Я повстречал величайшую любовь Любовь, исцеляющую боль Затягивающую раны И приносящую смысл в жизнь Любовь, согревающая душу Утешающая и успокаивающая Болящая сердце И приносящая в сердце мир и покой В Тебе, Иисус, я нашел истинную любовь Ты продемонстрировал ее на кресте Чистая, прекрасная любовь Любовь такая искренняя Ее невозможно измерить Ее даже не с чем сравнить Иисус мой принес несравненную любовь Умерев Будучи безвинным на кресте Любовь, которая сильнее самой смерти Ею он спас меня И как отблагодарить Эту величайшую любовь И как выразит словами Господь Жертву Твою, муки Твои За меня, грешника Груша Болочия В Господе Приветствия Оминин Слава Господу! Благословен Господь, Бог наш! Мы сейчас помолимся Господу. Господь и Бог, Владыка, наш Отец Небесный, мы к Тебе взываем о действии силы Твоей крови, Иисус, чтобы рука Божья была над каждым из нас, над всей землей, чтобы сохранить все те, кто ищет лица Твоего, чтобы Ты, Господь, в это время, особенно на этом богослужении, совершал спасение душ, чтобы Ты мог достигать этих душ, которые посвящают себя Тебе в это время. И мы просим Тебя, Господь, дай избавление народу Твоему от всякой жестокости этого мира, от всякой болезни. И мы просим, продолжай вести народ Твой, Духом Твоим Святым, чтобы на каждом богослужении совершалось спасение душ, чтобы Ты мог благословлять семьи, дома, всех тех, кто слышит нас этим вечером, из силы крови Иисуса, Господь, благословим тебя во имя Иисуса. Аминь. Молитва поддерживает церковь. Давайте мы споем еще один псалом Господу. Однажды Иисус взял на Себя грех мой, пролив свою кровь, Он очистил жизнь мою. Что-то новое произошло, такое чрезвычайное, такое реальное. Я плакал до этого от огонь и от боли, а теперь я плачу от радости, воздавая Аллилуйя Господу моему, ибо Он спас грех мой искупил и преобразил жизнь мою. Слава Господу! Я приглашаю вас. Давайте мы откроем Священное Писание, Библию. Она будет транслироваться на португальском языке, поэтому давайте откроем наши книги. Первая книга Царств, 30 глава, 7-8 стих. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал Давид Афиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне Ефот. И принес Афиафар Ефот к Давиду, и попросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчаса, и догоню ли я их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. Слава Господу Богу! Мы зачитали здесь еще один опыт в жизни Давида, еще одно переживание, которое он имел с Богом, то, что консолидировало его хождение в присутствии Божьем. Библия говорит, что Давид был человеком, которого Бог считал по сердцу своему. Он сам сказал, нашел я Давида, мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения мои. Давид был человеком, который был человеком, который желал исполнять хотения Божьи, не потому, что он был другим человеком, но он любил исполнять волю Божью. Он старался всегда узнать, в чем есть воля Божья. У него были свои ошибки, он оступался, но научился слышать и слушаться Бога. У него была характеристика, которая приятная Богу весьма. Он человек, у которого было благодарение в сердце. Он всегда был благодарен Богу за все совершения Божьи. И мы можем видеть это в тех псалмах, которые Давид написал Господу. Некоторые среди битв, среди побед, когда он признавал величайшую любовь Божью к его жизни. Итак, Давид был человеком, имеющим благодарность Богу. Он подчинялся откровениям Божьим. Каждый раз, когда пророк приходил и приносил слово, было ли это поправить его или посоветовать ему что-то, Давид всегда слушался, склонялся пред волей Божьей. Несмотря на то, что он был царем, он был слугой Божьим. В противовес Саулу, который хотел сам быть центром всего, он считал себя самым важным человеком в царстве. Давид был наоборот. Когда Саул хотел быть царем, чтобы он был всегда центром всех признаний человеческих, Давид хотел быть участником церкви, народа Божьего, Израиля, потому что Давид всегда признавал силу Божью в своей жизни, благословение Божье в его жизни. Он никогда не ставил себя выше царства. Он всегда старался послушаться Бога во всем. Поэтому Бог совершил великую работу через Давида. Даже в своих проступках он искал Господа. Он хотел поправиться пред Господом и угодить снова Богу. Давид, он возвращался с поездки. Когда он пришел со своими солдатами, он увидел такой сценарий ужасный, амаликитяне напали на его дом, все разрушили и увели в рабство жены детей, сожгли все огнем. Когда мужи увидели все это, они были уже уставшие. И здесь такой удар. Они скучали, уже хотели встретиться со своей семьей. Когда они пришли, они увидели, что они не нашли своих близких, мужи эти начали рыдать, сокрушаться пред Богом. Но был человек, который знал волю Божью, не начал действовать на основании эмоций, не под давлением обстоятельств. Человек верный тем принципам, которые Бог научил, чье хождение до того дня всегда основывалось на том, чтобы знать волю Божью. Он знал, что он не своими заслугами побеждал, не своими ресурсами, но Давид, он знал, что то, что будет поддерживать его правление, это слушаться голоса Божьего. И тогда он просит авиафара, священника, принести ему ефод, чтобы он попросил Господа. То есть ресурсы, через которые мог бы услышать голос Божий. и он взмолился и попросил Господа. Давид в этом акте дал свидетельство для этих мужей. Он говорит, жизнь моя в том, чтобы знать суверенную волю Божью, победы, которые мы получаем пред всеми этими вызовами, которые перед нами, только тогда, когда Дух Святой дает в распоряжении Церкви ресурсы благодати, когда Церковь пользуется ресурсным благодатем, Дух Святой нам дает все эти элементы, чтобы мы могли искать и слышать волю Божью. Точно так же, как Давид получил от первосвященников все необходимые элементы, чтобы мог искать Бога и найти также Дух Святой дает нам в любых обстоятельствах. Эту возможность Он дает слугам Господним, которые ищут лица Его, те, которые подчиняются Его воле, все необходимые ресурсы для этого хождения пред Богом. И точно так же, как Бог ответил Давиду, Бог отвечает и нам. Дух Святой дает в нашем распоряжении открытое Слово. Дух Святой дает ресурсы благодати, чтобы церковь была ближе Господу, могла слышать Его голос, Хвалу Ему, открытую хвалу. Церковь укрепляется этим. На этом сценарии, момент, обстоятельства, все было тяжкое такое. Враг, он поразил как бы самую слабую часть дома, женщины, детей. Сегодня тоже есть борьба против семей, но есть церковь, которая бежит к ногам Господним, ищет лица Божьего, и Бог приносит ей ответы. Наши победы, они даются нам, потому что мы ищем воли Господней в нашей жизни. Мы стараемся услышать Его голос, узнать Его волю. И Слово Божье говорит, что оружие воинствования ваше, они не плотские. Давид знал, что сила Его не в человеческой силе, не в тех воинов, которые были с ними. Его сила была в том, чтобы знать Божью волю для его жизни. И наша сила в северенной воле Божьей искать Его лицо также. И Давиду Бог ответил, и нам Он отвечает. Он всегда советует нам. И Библия говорит, что в тот день, в те времена, Бог совершил великое избавление. И Господь сказал, ты можешь идти, что это будет день избавления, день победы. И всех Он смог спасти. И слово для тебя сегодня. Начни искать Господа. Если у тебя будет жизнь настроена, чтобы исполнять современную волю Божью, искать Божьего лица, зависеть от Него, потому что Давид показал, что он зависел от Бога. когда ты человек, который уповает на Бога, Бог будет и тебе давать победу, как он давал Давиду. Все равно будут противостояния, все равно будут нападки, все равно проблемы будут приходить, но у нас будет Бог, который будет отвечать, который будет говорить, и который будет воевать за нас. И этот самый Бог, если ты обратишься к Нему, будешь искать лица Его, и желаешь исполнить волей Его, ответит тебе, и Он будет говорить к тебе через Слово Свое, Дух Святой будет тебя вести, будет тебе советовать, и будут доносить до тебя послания от Бога Всемогущего, да благословит Господь твою жизнь, твою семью, и этому Богу, Богу Отцу, Богу Сыну, Богу Духу Святому, вся слава, вся честь, все поклонение, вся Господне. Мы сейчас споем еще один псалом поклонения Богу. Еще немного, и грядущий придет и не умедлит, и праведный верою жить будет, и не должен он отступать. Во всем мы стеснены, но мы не страдаем, ибо Бог, который заботился обо мне вчера, сегодня и всегда будет со мною. Мы будем жить верою, зная, что наш Господь жив. И вскоре, очень вскоре, Он нас заберет на небеса. не бойся страхов ночных, ибо Господь с тобою. Бог, который заботился о тебе вчера, сегодня и всегда будет с тобою. с тобою. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И о том, что имя наше записано в книгу жизни Мы вспоминаем Откровение 2.3 Ты пострадал и имеешь терпение и трудился ради имени моего и не уставал Это как Господь говорит о том труде, которое Церковь неустанно совершает, продолжая быть верной до последнего момента, когда она взойдет, чтобы встретиться с Господом на облака За эти 50 лет мы всегда стремились послушаться Господа во всем, с консолидированной доктриной, научаясь от Него каждый день И мы дошли до времени вскоре Души продолжают быть спасенными Прилагаются души к Царству В это время это труд, который Церковь, которая знает, насколько Господь любит ее И которая совершает все, что Господь повелевает Как написано в Луке 14.22 И сказал Господин Своему слуга Сделано так, как ты сказал И еще есть место У церкви есть слово в это Последнее время Еще есть место Маранаха Господь Иисус грядет Слава Господу Благословен Господь Мы сейчас помолимся в заключении этого богослужения Вы можете позвонить на телефон в Бразилии И там есть информация на нашем сайте О наших богослужениях У Бога есть благословение Всегда есть слово надежды для вашего сердца Помолимся Господь, мы славим Тебя Мы поклоняемся Тебя Мы благословляем Твое Святое Имя Его Твоя благая рука поддержала нас до сего момента До сегодня, до места сего Вот благодатью Твою, Господь И мы благодарим Тебя за эту возможность Проспоклоняться Тебя в Твоем присутствии Благословим всех тех, кто подключился к нам Твоей обильной благодати Мы молимся Тебе во все Во имя Иисуса Христа И мы исповедуем благодать Господу Иисуса Христа Любовь Бога Отца И общение Святого Духа Божьего Наприбудет со всеми нами Сейчас и вовеки Аминь Мир Божий вам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok